вчера у меня случилось необычное явление такое утром я поправился печку затопил братьев проводил на работу помолились все днем ну до обеда все как всегда молюсь как пройдет часа полтора на молитву я просто рассказываю как это есть но все нормально сижу здесь у меня маленько тут лежат такие катушки называли девать не куда в мешок завернул я ноги на них поднимаю не так мерзнет а здесь пол деревянный холодный там картон настилили вот этот ковер а тут еще передо мной подо мной вот чтобы ножками стола не продавить на ковер это картон и к нему пришил я коврик как бы такой стал выходить не мог не могу ногу наступить я не понял еще сначала попробую наступить нет не надо как будто бы кое ногу кто раздробил да что ж такое то я никак него вообще не могу наступить и что ж такое то а я в валенках сижу потому что холодно и у меня валенки вот они мои валенки даже валенки вот они какие все в заплатах но тут еще дырочки вот сколько я подшивал подшивал тут ну показать просто видите сзади тут разрывается зашила опять они у меня много лет и мне это хорошо в них у меня ноги то мороженое меня когда арестовали 13 дней держали в холодильнике как я называю в морозилке у меня все испростужено и при том организме совершенно испорчено если я день не попью у меня обезвоживание наступает а в чем она выражается небо там буквально режет ножами надо выпить без еды еще как-то это никак но еще спрашивать лошадь изъезженная избитая если я ложусь спать это моя кровать сделал вот от кошек закрывать видите какая все приспособление раз закрыл чтобы они на клавиатуре не прыгали если я сплю здесь у меня сверху вот это покрывало какое есть дальше байковое одеяло и синтепоновое но я то под одним под другим а иногда ничего нету когда жарко а когда холодно печи топим я под всеми тремя и если только у меня ноги мерзнут меня начинает судороги ночью стягивает и здесь многие здесь ничего нельзя сделать я выхожу там растираю как-то и тогда сидя уже не ложусь сидя дремлю до утра но мне приходит одна сестра минаева любовь александровна вот потеряевки и говорит я носки вам связала это вам для ваших ног ревматизма что это собачья шерсть замечательно я их надену и сразу ноги согреются вот у меня носки запасные все все и встану ноги горят прямо огнем горят то есть жар не терпит даже и тепло и вчера ты об этих валенках ты я подумал из-за того что у меня ноги в таком тепле с носками и видимо там перегрев не могу никак потерпел походил ничего не могу сделать я тогда разуваюсь сам здесь ой даже сейчас вот нельзя еще давай разуваться один дома сижу ты никого нет вот так вот разулся давай смотри это даже видно ноги посмотри это опухшее вот это вот я все осмотрел что же такое у меня а до этого и лазил лестница она обыкновенная лестница голубятина чердаке может надавил где-то может быть теперь я стал так пальцы нажимать сам сгибается а здесь нету вот эти два пальца не сгибаются надо я просмотрел пошел помыл еще раз я только что недавно пятницу был в душевой уже маленько лучше достал святой воды перекрестил крестом у нас есть если вы куда не выйдешь в трапезной святой водой помыл крестиком поставил здесь еще вот эта нога нормально я уже знаю как объясняет которые не другие они все перетолковывает как у старообрядцев вот они не расположены к новообрядческой церкви которых называют никоньяне вот а в житиях написано серафим саровский на коленях молился на кирпичах под ногами и свечка упала и загорелась зашли он уже мертвый а там пожар у него начался о это он курил и папироса у него выпало и зажгла серафим кури вообще но никакой меры нету вот у баптистов был генеральный секретарь генеральный секретарь карев александр васильевич а отделенная инициативная группа это с ними не собирались и они против него и он умер умер за рабочим столом писал проповедь и в это время умер в кончина то христианская эти баптисты которые отделенные встречаются один говорит вы слышали этого то бог все-таки поразил его он в это время писал на нас донос но откуда вы знаете что он писал донос понимаете злоба отнимает разум и сидор пилосиот говорит предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум он писал на нас донос я знаю вот это что ногу сейчас начнут особенно миссионерских то отдела они же сокосердное у них каменные сердца а это вот не туда выходите какая нога левая тут это начинает толковать если у меня ослабленный слух это потому что вы голос божий не слышите дай бог вам так слышать как я слышу а у меня я был в аварии меня в про продырявлена перепонка но еще может наследственно может как-то ну я себя был глухой я бы в армии не служил тем более в массовом моряком был ну понятно что злодействует и вот сейчас я ногу показываю ну и я позвонил врачу у нас свой врач в краевой больнице виктор андреевич я говорю что это но сначала я позвонил в скорую помощь они отослали еще куда-то и вот это куда-то те тоже врачи я говорю вот такое какого цвета нога я как будто бы что-то я не заметил или еще а тут покраснение она припухла или нет она припухла я сказал нету попробуй определить но видимо тогда еще не припухла я так оправдать они говорят это может быть вы перетрудили ногу то я говорю я не падал не подскользнулся припоминаю все да до обеда после обеда это я обнаружил вчера вчера сегодня у нас 17 ну да 17 вчера было 16 не знаю они говорят может быть передавили где-то что-то нерв я позвонил виктор андреевич и яковлеву нашему врачу он говорит это может быть тромбоз поскать посмотрите я потом правда припухлый свет это очень опасно тромб оторвется в сердце сразу замкнуло и щенок сразу умирает при том сразу сознание гастет и он умирает это не хорошее дело что же делать-то я говорю то я тебе сказал что у меня нога заболела ты только не приезжай из такой дали он обязательно приедет это не врач прямо брат родной вечером приехал в темноте уже после он в краевой больнице приехал давай осматриваться мне аж говорил не ездить нельзя осмотрел все так я сейчас уеду я договорюсь а вас нужно госпитализировать да вы что да да зачем дать еще может и вы не понимаете что это такое а чем это связано у причин говорит не перечислить сколько чем может быть связано 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 ничем может быть не связано просто организм 77 лет отец у меня жил 76 я уже отца пережил крепость детей то наших наше время то какая ну ладно он договаривался звонит завтра за вами машина заедет с николаем палычем кручиной договорился то наш брат в общине и вас привезет я договорился там уже в больнице все я тут давай тогда документы собирать страховой не найду кое-как нашел пенсионную наложил сколько и я как бы отказался он как нужно сейчас машину посылаем сейчас вечером но не надо не надо не надо но не знаю с вами невозможно работать но невозможно потерпите еще немного когда я тут все это закончил вчера занятия были в это время кажется юрист мой звонит адвокат или как назвать его вот работает играть завтра вам нужно быть там ты это прокуратуре я за вами заеду я сказал что у меня нога болит надо просто надо я говорю еще не знал что в больницу это вот конкретно где-то я вижу что на меня будут опять говорить а вы о себе не заботитесь это храм божий разрушаете благоразумно не будет пренебрегать врача сяраха пишет я это знаю но я говорю после 60 лет не надо к врачам вместе совсем пусть лечит молодых но такие случаи как а может действительно я передавил там хрупкие делаются кости под старость метод это не зависит то но я позвонил скорую помощь они говорят это опасно я когда может еще нет совет дайте никаких выезжаем я давал адрес где-то что-то но включил тут на обозрение что видно было никита там ходит володя зашел и говорит он там замерзет градусов то 30 29 градусов мороза но и вреди зови скорее его сюда сели тут на экран смотрим там улицу все видать машина подъедет я давай документы собирать все никита машина подъехала она поехала куда-то дальше не увидели наш номер 6 там темно это аппаратура в темноте все высвечивает ну и ты как к ним прибежал и сказал или как да назад что подъехали ну они подъехали они заходят я уже сижу там заходят тут я послал за надеждой василины за стенкой простите надо мало ли чего умрешь и ну а дальше вот вначале они осматривать осматривать хорошо мне врачи понравились молодая видимо студентка стоит рядом записывать я паспорт даю страховое он еще надо не надо мы поговорили маленькой еще такое то у меня здесь не знаю я но тут надо смотреть вам нужно ехать с нами я говорю обратно как но если не положат то доберется ваша братья тут есть среди ночи для наступить не могу среди ночи так вон она держнодорожная больница поликлиника я как оттуда не поеду ну как же так вы даже тогда бумагу подписать что не поехали что с вами случится то ну давайте я подпишу ну дальше начали разговаривать разговор хорошие визиточки дал вы проводили их проводили я остался то есть я как бы оправдался перед теми кто будет говорить что я говорю что это может быть она начала говорить это может там подкожное заболевание может быть и я думаю что это у меня нервы вот как плечо вот один раз помазали и опять прошло руки выкручены я весь изодранный про меня сейчас спрашивают и вот сейчас утром сам затопил печку ночью спал даже не обычно удары сердца больное место отдаются здесь нет рукой уже задевать даже задеть нельзя было и вот вчера здесь я доходил пройти где-то я вешаюсь на плечо и меня тащит я на одной ноге скачу вот молодой подойди ко мне сюда я начал наказывать как кормить голубей то проще это вот если что-то тут будет поступать по книгам необходимо сказать вот сейчас кто-то зашел вот она потом осмотрю я про болячки хотел сказать все узнали как узнали в интернете пишут то другое молятся как узнали то я не знаю видимо я сказал киргей этому парализованному он может сообщил кому-то может кто-то еще какой он добрый сам больной а больных битый горни битого везет и ночь проспал совершенно спокойно утром стал болит но я уже стал наступать на нее то наступать нельзя было мне охота прокатиться на тебе показать как ты меня здесь обихаживал дико сюда вот туда дойти до печки вот расстояние здесь три метра они с двух сторон ко мне сразу я не знаю с какой стороны то нет на рынке с этой стороны вот так он здоровый володя нет не с этой давай давай с этой стороны голова кружится давай вот мне до печки дойти надо я тогда на эту так какой стороны то вот так легче будет я ногу поджал ну и дотащил труднее всего надежде василья их испытал дал наказы где меня хоронить у меня написано когда я уезжал в это дальнее путешествие опять же виктор андреевич меня обследовали я запрещаю переливание крови мне делать не делать и перевести меня если я уезжаю то в португалию в турцию как оттуда вывести меня как меня спрятать завернуть и где хоронить и все это переводчики все это нотариус заверил на французском кажется на немецком на английском то есть я заботился себе кто ответствен за мое тело тут юристы и прочее кто моим телом распоряжается от тела ничего не брать а чего брать там старье но все-таки все это указал и все эти документы откопировал брал с собою с печатями нотариуса там деньги большие переводчиком заплатил виктор андреевич все берет на себя прямо страсть какая удушающая любовь вот я сейчас смотрю сейчас за мной заедут потащит меня на обследование я только сейчас думаю как оттуда улизнуть они могут меня положить для обследования но дал наказы абсолютно по всем а потом как хоронить игнатия бричи ниного спрашивали он говорит чего не говори все сделают по-своему а что тут наказывать и пишут как у него виска тут осталась линия вот это также смерть как шла к нему объясняют так у меня будут какие-то трактовки делать это мертвому уже это все равно не старайтесь стуи я за вас за всех молюсь если кого чем-то как-то обидел ну православных принято просить прощения нельзя а значит он все-таки знает что виновные просит прощения даже за то что я сказал простите и за это нападают то есть мы я являюсь объектом на котором скрестились многие пути это уже сегодня не секрет и пока на мне они тут вокруг меня смотрят подыскивается в это время они в другом месте не могут делать зла то есть я отвлекающий все силы врага на себя переним это сатана воюет вот сильно против меня бушует эти то которые они нигде не давлены не жареные не биты не мороженые у меня это все межи мои прошли по прекрасным местам наследие мое приятно для меня и поэтому ну как считать это болезни болезнь но сегодня даже я вот сейчас стою маленькая уже наступать начал вот и я оделся уже все жду когда меня повезут на обследование да вот вы упорный такой не идете то есть если я полезу туда то не ладно но у меня своя жизнь если я ни одной таблетки горе не съел то это что-то значит нигде я старался обходить себя без этого правильное питание мясо не ем я вчера врачам говорю не пью не курю что это может быть как нынче приехал ко мне один пасечник я горит не пью не курю пасека большая все время мед есть и признает то какие-то такие там у него болезни что-то там с венами а чего ради то да ничего все заражено вокруг меня господь от помиловал 77 лет позади как бог даст нет сколько молитв молится я уже знаю кто молится спрашивают звонят значит кому-то нужен а нужно значит и умереть то не дадут у меня стихотворение о смерти много есть таких как я умираю и как и дальше не спешите меня хоронить вот такое у меня стихотворение я даже могу его сейчас зарядить здесь про проиграть виктор николаевич проигрывает это мой канал вот везде сохранами поиск вот здесь наверно надо и спешите меня хоронить я сам стихотворение написал это мое стихотворение и виктор николаевич его поет вот послушайте вот она есть открыл я хоронить не спешите меня хоронить я прощаю составленным телом обрядите меня для войны для последнего страшного для последнего страшного дела 40 дней по мытарствам идти 20 разных таможен не схожи там дотошный допрос будут бить колотить строить черные адские рожи поддержите молитвой мой путь не окончен враг вплотную насядет окружен бейте только прицельно и точно из псалтыри из тысячи ружей столь корыл столь корыл перепончатых крыл скрежет злобы бесоской постылой обо всем испытания что ел и что пил как почем небеса не коптил ли мой язык если вправде привык ну а если неправда найдется и за мысли моим не любил ли кривых от рождения и до погоста поддержите молитвой мой путь не окончен враг вплотную насядет окружен беть и только прицельно и точно из псалтыри из тысячи ружей – Pete there was the way it was the Карто's after teacher Или был атеистом, жил не венчанно или законно Погодите судить, я не умер еще Судят недруги, лают нахально Перед вами живыми давать мне отчет Перед страшной дорогою дальней Поддержите молитвой, мой путь не окончен Рах плотной он осядет, окружит Бейте только прицельно и точно Из псалтыри, из тысячи ружей Бейте только прицельно и точно Из псалтыри, из тысячи ружей Если вы мне простите грехи Истребите долги и сожжете Вам на память оставлю гнилые мехи Проводите их с малым почетом Схороните меня в сапогах В моей робе тюремных заплатах В них прошел я Чечню, Карабах Всех мирил, за Христом не заплату В них прошел я Чечню, Карабах Всех мирил, за Христом не заплату Поддержите молитвой, мой путь не окончен Рах плотную он осядет, окружит Бейте только прицельно и точно Из псалтыри, из тысячи ружей Бейте только прицельно и точно Из псалтыри, из тысячи ружей Поддержите молитвой, мой путь не окончен Рах плотную он осядет, окружит Бейте только прицельно и точно Из псалтыри, из тысячи ружей Бейте только прицельно и точно Из псалтыри, из тысячи ружей Ну, конечно, смерть это не игрушка И как мы тут предстанем, там все будет выявлено Сегодняшнее, что кажется высоким, уже в смертный час будет никаким Вот Парфене Боровской, когда умирал, то к нему пришел проститься князь Но он дал указание, никого не принимать, чтобы мирские люди не участвовали в похороне Князь пришел, он из подворот не видит, сапоги его и говорит Он сказал мне, но я князь, на моей земле монастырь Он сказал мне, принимать день великий и страшный И теперь будет все не так, как мы думали Вот как умирали спятые Умирали и со страхом трепетали А я не боюсь, не боюсь, а то уже обуреваемый каким-то духом Как не бояться? Потому что великий и страшный перед Богом все стоять будет Как это Бог рассмотрит? Но я определенно могу сказать, что Бог меня хранит Вот это врачи смотрят, ей надо необходимо Она ощупала, все посмотрела Это там внутри, что там есть Политника ломана, все пощупала Но это от Бога И мне уже сегодня легче стало Легче По температуре замерила, температура Я говорю, у меня температура никогда не поднимается Никогда На операции я нахожусь под наркозом Просто при смерти буквально И температура не поднимается И давление не меняется Давление как у молодого А почему? Не знаю Я на вчера замерила нормальное давление Температура там 35, кажется, и 6 десятых А давление сказала, что-то на 120-то мы 140 на 80 140 на 80 Я говорю, нормально Да, это нормальное давление Давление не бывает Но это Господь знает А это необходимо напоминание Мне это на пользу Благодарю Бога за все Благоразумный человек не будет пренебрегать врача По надобности в нем Иной раз и в их руках бывает успех Атосерахов 39 пишет Поэтому придется съездить сегодня Спаси Христос Ведь и только прицельно И только прицельно